Субботникам предшествовали встречи в ТОСах, где четко договорились и разбили весь город на участке. Везде есть ответственные, которые знают, где нужна масштабная уборка с привлечением сил управляющих компаний и машин в САХ. Провели расширенное заседание совета нашего микрорайона с участием активных домкомов порядка 35-40 человек. Обсудили эту тему благоустройства, определили такие болевые наиболее точки. Вот здесь, например, во дворе дома номер 39, на улице Красноармейской, сразу видно, что люди бросают мусор куда попало, а убирать все равно приходится самим. Да не один день, а вот уже четвертый. Завтра на субботник выйдет еще больше жильцов этого дома. Приведут свои подъезды, покрасят, побелят, помоют. Потому что весна, потому что мы ждем гостей, хотелось бы, чтобы наш город был чище, убраннее. Там, где приватизированы квартиры, земельные участки и придомовые территории являются собственностью жильцов, но почему-то об этом некоторые не задумываются и мусорят у себя же. Но не все, конечно, равнодушны к тому месту, где живут. Вот на соседнем участке деревья, которые считаются аварийными. Жители уже получили все поробочные документы. Теперь нужны силы и средства для спила. Мы живем как на вулкане. То есть, если это дерево тоже вот там рухнет на провода, здесь на газовую трубу, на крышу, побьет окна людям. Мы, я не знаю, как будет. Мы просим администрацию, город, чтобы или кронировали, если там оно живое, пусть кронируют. Потому что здесь очень много по этой территории таких деревьев. Инициатива жителей поддерживается. В районах администрации их принимают заявки на вывоз мусора и направление дополнительных сил и средств для уборки территории. Уже завтра десятки тысяч сочинцев выйдут на городской субботник. Всех жителей просят навести порядок в своих дворах. Домкомам бесплатно выдают саженца для благоустройства своих придомовых участков. В пример, опять же, можно поставить дома на улице Донской, 58 и 60. Дворы, где и сами жильцы любят чистоту и уважают труд дворника, стали популярными среди соседей.